Добрый вечер! Ханука Саммер! Спасибо, что были с нами в эфире. И я думаю, что сегодняшняя тема является самым большим подарком на Хануку. Круче конфет, круче денег, потому что если мы сможем подарить, дать этот подарок нашим детям и нам самим, то нету больше сладостей, нету больше подарка, нету больше подготовки наших детей и нас самих к жизни полноценной, здоровой, благополучной, чем та тема, которую мы с вами сегодня разберем. Итак, естественно, я начну с небольшой истории. И с проверкой в школу пришел представитель Министерства образования. Пойдем сюда, если хочешь. И он зашел в первый попавшийся класс и решил проверить учеников знания святых текстов. Он подошел к первокласснице Адельке и сказал, Аделька, кто разбил скрижали из завета? Аделя испугалась, открыла глаза и сказала, это не я, это не я, это правда не я. Обращается этот шлом, назовем его так, к учительнице. Пока, девчонки. И говорит, учительница Ханя, я спросил, кто разбил скрижали из завета, девочка сказала, что не она. Учительница повела взглядом и сказала, нет, ну Адель, у нас девочка честная, если сказала не она, то это не она. Спустился, а он на первый этаж к директору зашел и говорит, вот такая история произошла. А что директор сказал, шшш, господин, давайте мы с вами все это решим тихо, без балагана, мы заплатим сколько надо, главное не выносите эту тему на всеобщее обозрение. Ты разбил скрижали из завета? Беги. А, беги. А что это? О, что это? Лухота Брит. Раз в три года есть организация, которая проводит проверку знаний учащихся по трём основным предметам. Чтение, математика и естественные науки. И, к сожалению, не первый год Израиль выходит на одно из самых последних мест, мы занимаем сороковое место среди всех стран по качеству образования. Несмотря на то, что у нас страна хай-тека, на то, что у нас разработки, на то, что по проценту жителей, вообще евреев и нашего мизерного соотношения с остальными народами, лауреатов Нобелевской премии у нас больше всего, на всё это не обращая внимания, образование у нас хромает. И, может быть, есть люди, у которых более важные проблемы есть, кто победит на выборах в Америке, кто выйдет в Лигу чемпионата по футболу, но мы, каждый из вас, как родители, должны понимать, что образование наших детей – это будущее их. И если сейчас не вложить в них нужные знания, нужные возможности, то дальше им будет только хуже. И Америка, близкая к нам страна, тоже по количеству евреев, она нам очень близкая, она занимает тоже около 30-го места. И вышла такая книга, в свет её написала уроженка Шанхая, которая прилетела... ...со своими детьми, двумя девочками в Америку, и она решила разобраться, почему место, из которого она уехала, занимает первые места по всем предметам. А Америка славится тем, славится, что дети не понимают, что они читают, не понимают, что они изучают, не понимают, зачем это всё учить. Чем шита способ обучения в Шанхае отличается от того, как обучают детей в Америке и у нас соответственно. И она написала на эту тему книгу, которая на Америке называется типа «Бой в обучении мамы-тигрицы», в которой она рассказывала, как её воспитывали, как она воспитывает своих девочек. И там она очень много страшных примеров приводит, что принято в Китае, что обязательно человека, ребёнка надо заставлять добиваться максимума, что если мы не будем заставлять, то ребёнок не будет знать, что он это может. Она говорит, что её дочки должны приносить из школы только десятки. Если нет, они не видят подруг, они не видят подарков, они не видят света белого, они должны сидеть и учить, пока не дойдут до максимальной оценки. Она приводит рассказ в своей книге о том, что один раз её дочка пятилетняя не захотела заниматься на игре фортепиано, не хотела делать домашнее задание. И она, недолго думая, взяла огромный домик Лол, который она купила ей на день рождения, поставила это на входе в дом и сказала, если ты сейчас не сядешь заниматься, этот дом я отдам детям, которым он нужнее. Естественно, девочка начала заниматься, она долго старалась, в конце она преуспела, она выучила то, что ей надо было и кайфанула, потому что у неё в конце получилось. Но мы сейчас с вами говорим про способ, секунду, Аделька, закрой двери, про способ крайностей. Мне кажется, что в любую такую семью, которая добивается хороших оценок такими способами, надо вызвать социального работника, психолога и проверить вообще, как дети себя там чувствуют. Но какой наш взгляд на образование? Что мы должны дать нашим детям, чтобы они выросли не варварами, не неучими, не людьми, которые ни с чем не справляются и боятся каждой ошибки? Как вырастить достойное поколение детей? И естественно, вы все знаете, что нельзя обучать детей, пока мы сами не дошли до такого уровня. То есть, тема нашего сегодняшнего урока – воспитание, потому что это одно из них с Ханукой. Ханука и Хенух. Естественно, из законов Хануки мы можем выучить основную эту тему. Как расти нам, как воспитывать наших детей и как стать успешными личностями с Божьей помощью. Секунду. Главное правило, которое нам говорит школа Илеля. Как мы зажигаем свет, как сказал мой уважаемый муж, мы добавляем каждый день. Мосиф в Олех. Добавляем и идем. И за дня в день мы зажигаем на одну свечу больше, чем мы зажгли в прошлый день. Если сегодня мы с вами зажгли одну свечу, и завтра мы с вами зажгем одну свечу, чем отличаются эти свечи? Сегодня мы полностью исполнили заповедь. И мы с вами заработали место в будущем мире. Если мы завтра с вами проведем урок, и я также буду зажигать одну свечу, мне скажут, загурнишь? Это ничего не стоит. Твоя одна свеча уже неактуальна. Сегодня надо зажигать две. И так же и с человеком. Мы не можем от себя завтра требовать то же, что мы требуем от себя сегодня. Илель, он был бы в нашем поколении коуч. Таким вот продвинутым тренером по личностному росту. Потому что он своим примером, как надо зажигать канукальные свечи, учит нас глобальнейшей идее, как мы должны вообще вести себя в жизни. И я с вами не говорю про математику, физику, химию. Мне кажется, что здесь мы с вами больше затронем наш духовный рост. Потому что именно он способствует тому, как мы смотрим на ситуацию, как мы воспринимаем сложности в жизни. Если у нас плохая оценка по математике, это не так страшно, когда ребенок не умеет договориться, когда он сразу плачет при первой опасности. И все это мы с вами сможем решить с Божьей помощью, когда дослушаем наш рост до конца. Ханука вообще это самый особенный праздник из всех, которые мы знаем. Если у нас есть 613 заповедей в Торе, еще 7 по мудрецам. Вот есть 620 заповедей. Есть ханука и 619. Она отличается от всех. Чем? Правильно, тем, что ханука идет у нас медленно. Медленно, по нарастающей. Ведь вы знаете, что это нам не свойственно. Евреи, они максималисты. Как только пацану исполняется 13 лет, девочке 12, все, возьми, все, ответственность на себя. Теперь ты сам несешь за свои поступки, отвечаешь за них. Представьте ситуацию, когда человек, мужчина приходит в синагогу, достает только ручной твилин и начинает его накладывать. Тут же подойдет раввина, скажет, ты, наверное, забыл, возьми в синагоге. Где твой головной твилин? Он скажет, нет, я иду по тому, как сказал Элель. Каждый день добавляю сначала руку, потом... Не бывает такого. Если мы с вами в Суккот придем не с четырьмя видами растений, а каждый день сначала один, потом на следующий день второй, только к четвертому дню мы дойдем до целого букета, нам скажут сумасшедшие, это, наверное, реформистка. Все наши заповеди, они максимально, они исполняются сразу же полностью. Нет такого, что зажигание свечей 6, мы можем зажечь 6.01. Нет, всего есть свое время и своя цура. То, как мы это делаем. Ханука нам занимает 8 дней, пока мы медленно. Мы сегодня с вами зажгли одну свечу, вся остальная ханукия осталась просто темной. Чему это нас учит? Почему ханука так странно учит нас исполнять заповеди? Где перфекционисты, которые видят эту ханукию и понимают, что что-то в ней не так? Тем более, если мы говорим, что Элель говорил зажигать от 1 к 8, Шамай говорил наоборот, надо сначала 8 свечей зажечь и с каждым днем уменьшать, приходит к нам к ней и ушел и говорит, ребята, вы все ошиблись. Мы же знаем, что все заповеди соблюдаются сразу и полностью. Мы все 8 дней должны зажигать по 8 свечей. Почему вдруг у вас возник спор увеличивать с каждым днем, уменьшать с каждым днем? И этот вопрос, он настолько логичный, настолько должен быть нам понятный. И его даже спросил один раз президент Америки Джим Картер, когда в 79-м году была огромная реклама, чудо, персума Дениса, когда Шалиах, посланник Рэбе в Нью-Йорке, Рэбе Шемтов предложил президенту спуститься из Белого дома, зажечь шамаш. Это был четвертый день Хануки и зажечь вместе с ним Ханукию. И это была огромная честь. Они вышли, Джим Картер зажег шамаш, Шемтов зажег 4 свечи и начинают петь, как мой муж Как тут Картер хватается за голову. Рабай, it didn't finish. Мы не закончили, посмотри, пол, пол. Оно не горит полностью. Четыре свечи, дожги до конца. И это было тяжелое время для Картера. Мы знаем, что он в те годы столкнулся с такими проблемами, которые в конце, да, сверкли его с этого поста. И он видел в этом дурной знак. И он не отступал от равина, пока тот не зажег все свечи Ханукии в тот четвертый день. На следующий день он получил письмо Рэбе. И что Рэбе сказал? С Божьей помощью мы с вами вернемся к этому в конце урока, потому что это тоже очень наша тема. Откуда вообще взялся этот спор? Ясно, что мы все с вами любим спорить, и что на каждое слово есть у нас два мнения. Но здесь две школы, и Лели Шамай, спорят по такой глобальной вещи, как смотреть на чудо. По школе Шамая. Они говорят, посмотри на потенциал, когда мы зажигаем сначала восемь свечей, и мы говорим про чудо, когда потенциал этой свечки гореть восемь дней. Чудо этой свечки огромное, это одна свеча может гореть восемь дней. На следующий день она может всего семь дней гореть. Потом всего два дня гореть. И в конце, в последний день Халуки мы видим, что потенциал этой свечки на чудо остался еще немножко, и она потухнет. Они смотрели на чудо со стороны, как Всевышний на это все смотрит, насколько он нам давал чудеса. Сначала дал очень много, а потом все меньше, меньше, меньше. И Лель же наоборот говорит, мы должны зажигать от одной свечи к восьми, смотря не на Всевышнего, а на нас, как мы воспринимаем это чудо. Когда Ханукия зажгли ее, и она горела один день, об этом знали только те, кто находился в краме. Когда пришли на следующий день и увидели, что она продолжает гореть, уже начали выносить это за пределы Иерусалима. На третий день уже люди начали в ватсап, в группах семейных писать, вы представляете, уже три дня горит и не сгорает. То есть мы, и мы идем по Илелю. Илель говорил нам основное правило. Нельзя уменьшать в заповедях. Если вы что-то на себя взяли, вы не можете сказать, завтра я сделаю меньше. Моссив в Иолех добавляют с каждым разом все больше и больше. Это то, что мы сейчас с вами взяли на Аллаху. Другими словами, Илель нам говорит, каждый человек должен обновлять себя изо дня в день. Он не должен смотреть на себя, я такой же, как был вчера. Новый день, новые силы, новый потенциал. Когда мы с вами встаем и говорим, Маде Анили Фанехо, благодарю я тебя, Всевышний, за то, что ты вернул мою душу в мое тело и не перепутал. Если вы откроете Сидур, там неправильный перевод. Там написано «Велика моя вера в тебя, Всевышний». На самом деле нет. Там более глубокий смысл. «Велика твоя вера в меня, Всевышний». Это первый раз, когда мы говорим, что не мы в Него верим, а Он в нас. Ты дал мне проснуться сегодня утром. А сколько людей во всем мире не проснулись? Ты мне дал мою память, мои переживания, мои силы, мой рот, мои глаза, мои снаряжения для того, чтобы я встал и действовал. Ты в меня веришь? И как после этого я могу продолжать, лежать, говорить, что у меня нет сил полдня ходить в пижаме, пить кофе, не знаю, как мы можем после такого данного нам потенциала ничего с ним не делать и в следующий раз говорить, дай мне, пожалуйста, еще. А что ты сегодня с ним сделал? И Лель говорит, каждый человек должен каждый день смотреть на себя, как на новое создание, которое мы вернули его душу очищенной, и он может с новыми силами пойти в бой. Главное, не сколько мы учим, главное, как мы учим. Есть люди, которые сидят в Ешиве целыми днями, их жена работает, отводит детей в садик, плачет по счетам, он сидит целыми днями в синагоге, учит Тору, но его мысли летают. Ему легче сидеть в Ешиве, не обходить на работу, потому что ему легче там думается, он может залипнуть в телефон, почитать газету, не знаю. Нет, это главное. И Лель нам говорит, как вы учите, сколько сил вы отдаете, вот сейчас сколько вас человек смотрит Баруха Шем, у каждого из вас есть сейчас дела. Помыть посуду, уложить детей, приготовить шаббат, да все, что угодно. Вы переосилили себя. Вы взяли себя в руки и сказали, сейчас я посвящаю себя Торе. Каждый четверг в 7 вечера я захожу, и что бы то ни было, слушаю Одину. И поверьте мне, что ваша заслуга сейчас, она намного больше, чем у человека, который не затрачивает энергию на изучение. Мы с вами уже говорили на прошлых уроках, что есть определенные вопросы, которые у нашей души будут спрашивать, когда она отправится на тот свет. Один из вопросов, не сколько мы учились, а кого-то этим ли, Тора? Сделал ли Тора ты своим постоянным? И постоянно это сложное. Это значит, что что бы ни случилось в вашей жизни, четверг, 7 вечера, это святое время, и пусть весь мир подождет, я сажусь и учу с Одиной недельную главу. И вот за это ваше усилие, когда вы забываете обо всем, оно стоит намного больше, чем если бы вы сидели, три дня подряд учили Тору, потом на неделю пошли работать, потом опять 4 дня учили Тору. Не за это. Человек, когда ему что-то нравится, что-то приятно, он уделяет этому внимание, он уделяет этому время. И это то, что Всевышний хочет видеть, насколько мы кайфуем от его Тора, а не насколько мы сидим и делаем вид, что мы учимся. Секунду. Илель говорил, если мы хотим быть хашманаим, те воины, которые борются с тьмой, как и разбудить свет внутри нас. Каждый день зажигать этот свет заново, каждый день смотреть на себя, вчера не получилось, вчера поссорился, вчера было плохо, я сегодня встану и сделаю. Я не такой, как вчера. Я вчера зажег одну свечу, и это был максимум, чтобы максимум. Сегодня одна свеча – это уже ничего. Вы знаете, что по Аллахе, когда это не по Аллахе, то, как эта заповедь разбирается в Талмуде, написано, что одна свеча хватает на всю семью. То есть каждый день один из членов семьи зажигает по одной свече, этого достаточно. Те, кто хотят меадрин, усилится, каждый из членов семьи должен зажечь по одной свече каждый день. Тот, кто хотят меадрин, мина меадрин, самое-самое острожение, зажигают все восемь дней, как и лели, от одной свечки к восьми. Вообще Раби, он был примером такого поведения. Каждый сезон в Хабаде рождается новая, мифца это называется, то, с чем хабадники выходят на улицу. В этом месяце мы продвигаем чтение книг. Вот скоро у нас будет дедоносов, когда каждый еврейский дом заполняется книгами. Заполнили книгами, научились читать следующее, что мы делаем, и приближаем их к носить кипу и цицит. Женщин зажигать свечу. Научили зажигать свечу. И Раби никогда не останавливался. И вот пришел день рождения Раби, когда он праздновал 70 лет. И это уже был 21 год его носиюта, его должности Раби. И он говорил очень много новшеств в Торе, и в один момент он остановился и сказал, «Многие у меня спрашивают, Раби, не пора ли вам выходить на пенсию? 70 лет, силы уже не те, надо сбавлять обороты, надо готовиться к пенсии. Что я по этому поводу думаю?» В книге Таилим царь Давид пишет, «70 лет, годы жизни человека, а при большой крепости 80». Сам Давид прожил 70 лет. Раби говорит, «Если я дожил до 70 лет, это значит, что следующие года мне даются для крепости. Я должен их получить как подарок свыше и сказать, я буду делать еще больше, я буду обновляться с каждым днем». Вы знаете, что все организации Хаббата называются Цейрей Хаббат, молодежь Хаббата. И не важно, что в этой молодежи Хаббата сидят престарелые хасиды 90-летние. Мы все с вами постоянно остаемся молодыми, потому что мы каждый день обновляемся, несмотря на то, что мы делали вчера. Насколько я знаю, по своей любимой мамочке, которая сейчас начала учить иврит, раньше она не знала, она уволилась с работы из-за короны, она не знала, чем себя занять, и мне казалось, что ее настроение приходит в какой-то упадок. Сейчас же это молодой, продвинутый студент, который запоминает, который пишет какие-то листики, который ищет в Ютубе какие-то новые видосы, говорит, пытается со мной, «Зэ, еш, льот, а не Ива, шелядина». Шучу, мамочка. Это пробуждает в нас силу и мотивацию. И Раби сказал, «Я надеюсь, что в следующем году мы с вами сможем открыть 71 новое учебное заведение, какую-то организацию». Поверьте мне, вот сейчас у нас 71 человек нас смотрит. Поверьте мне, за тот год Раби открыл гораздо больше, чем 71 учреждение, потому что с каждым днем он вставал с новыми силами. Не делать, а делать больше. Это то, чему учит нас Ханука. Иногда мы с вами можем сказать, «Ну куда уже больше? Я дошел уже до того, что я не только слушаю Одину Пентусевича, я еще хожу в синагогу на шаббат и молюсь. Ну куда уже больше? Все свое свободное время я этому посвящаю». Как только вы привыкли к чему-то и оно стало у вас природным, Раби говорит, «Не останавливайся». Вчерашняя одна свеча уже сегодня недостаточно. Слышите звук? Сейчас у нас по всему городу ездят митсево-танки с музыкой, с огнями, с ханукиот и раскидывают детям сладости. Извините за помехи звуковые. Секунду. Окей. Тут вообще, если положить руку на сердце, каждый из вас может спросить, «Одина, успокойся. Если мой ребенок получает 70 баллов, он не кидает в учителя стульями, он сидит дома спокойно в своем телефоне, мне этого достаточно. Если он заработал 75 баллов, я скажу ему «Спасибо, молодец!» Как мы можем постоянно требовать от нас и от ребенка увеличиваться? Сделал, получил 70, получи 80. От этого кипит голова, как будто бы негде остановиться, нету вот этого, этой передышки. Почему меня не погладит по голове? Почему Всевышний не может сказать, «Одина, ты сегодня зажгла одну свечу, ты крутая, сделай хотя бы это завтра, и ты уже молодец?» Почему постоянно нас держать в каком-то напряжении, что то, что было вчера, уже недостаточно? Ведь в обычной жизни все действует наоборот. Когда человек, студент, пишет экзамен, никому не интересно, сколько он к этому экзамену учился, оценка зависит только от конечного результата. И неважно, сидел ты месяц или в последнюю ночь выучил это все, положив под подушку свой конспект. На работе, когда вам говорят сдать доклад, перед тем, как платить вам зарплату, никто не спрашивает, сколько ты сидел над этим докладом. Весь месяц или один день, или минута, или ты его скачал, никому не важно, сколько усилий вы на это убили. Есть результат. Все. У Всевышнего все наоборот. Он не смотрит на результат. Вы переосилили вы переосилили себя, вы достигли какой-то новой вершины, вы обнаружили в себе какие-то новые силы, и неважно, что это у вас заняло минуту. Вы это сделали, за это вы получите. Не за легкие вещи, когда мидии, юбки, и так сейчас модно, я буду в них ходить. Тебе это сложно? Нет. Тогда давай переходи на новый уровень. Чего ты остановилась на цниюте? Давай дальше рукава летом, давай, может быть, как-то кошерную еду, давай, может быть, ты подумаешь о своих друзьях, о своих хобби, о своем общении и обществе, которое тебя окружает. Ведь то, что было вчера, ты уже к этому привыкла, и ты дальше не поднимаешься. Раби говорит, что это настолько важно, потому что наш иудаизм это такая вот гора. И если мы останавливаемся на минуту, мы тут же начинаем, как на велосипеде скатываться назад. Если мальчик в 12 лет берет на себя доброе, хорошее решение, что он будет час в день заниматься Торой, и он несет это решение с собой, вот ему уже стукнул 30-ник, а он все так же занимается час в день Торой, то это значит, что он привык, что ему это неинтересно. Я смотрю на своего ребенка, который сейчас играет в дебильную, на мой взгляд, игру на телефоне. он старается, он проходит эти уровни, он покупает какие-то новые стрелялки. Ему важно, когда человеку важно, он уделяет этому много времени, несмотря ни на что. Сейчас, секунду, столько много я учила, столько я не знаю, как вам все рассказать, поэтому я иду строго по конспекту, извините, что я сейчас такая заучка. Хофицхайм приводит нам отличный, на мой взгляд, пример. Он говорит, представьте, что вы зашли в магазин мужских костюмов, и вы смотрите на ценники и видите, что это достаточно дорогой магазин, но все в одном спектре ценовом. От 100 до 500 долларов все костюмы. И тут вы подходите к одному, и вы видите там сумасшедший ценник, 10 тысяч долларов. Неужели в этом магазине есть Версачи, Армани, да что это за костюм такой, с золотыми пуговицами он может? Вы берете этот костюм, и вы понимаете, что это не Дольче и не Габбана. Один рукав длиннее другого, пуговицы криво пришиты, воротник торчит. Вы подзываете консультанта и говорите, что с этим костюмом такого? Они говорят, ну, мы взяли на работу слепого портного, ему заняло полгода, чтобы пошить этот костюм. Мы все эти полгода платили ему зарплату, и сейчас этой ценой мы хотим хотя бы отбить то, что мы ему заплатили. Так он не то, что ему один рабочий день не оплатит, он даже бесплатно этот костюм не возьмет, потому что не важно сколько сил приложили в обычной жизни, главное, что в конце получилось. Если кофточка отлично сидит, а она с Китая за 10 шекелей, не делает ее хуже, чем извините, пожалуйста. И вот это вот вот этот смысл постоянного обновления мы находим почти в каждой заповеди. Возьмем с вами заповедь Таарат и Мишпаха Семья Частота Семейной Жизни Нету для человека хуже вещи, чем бытовуха. К любой вещи человек привыкает. Вот у меня любимый муж подарил мне на сукот новый телефон. Он с ручечкой такой, что и можно рисовать, писать, очень люблю рисовать. Первый месяц я кайфовала, второй я уже ручку не достаю, а третий месяц я уже думаю, блин, есть телефон и получше камера, вот я смотрю на себя и как-то меня не очень видно, может стоило получше телефон купить. Когда человек к чему-то привыкает, ему это тоже сразу же надоедает. И вы это знаете по себе. От старых вещей не обыденность она убивает, а удивление от новой вещи, оно всегда остаётся вот этот шок, кайф. Поэтому для того, чтобы внести в нашу семью вот это ощущение новизны созданы все эти законы. Половину месяца с женщиной надо без дотрагиваний, без какой-то близости мы разговариваем, мы общаемся, мы ходим гуляем вместе. Потом женщина возвращается с микро, это как будто бы новая женщина, и всё по-новому, и так всё это красиво, и нету бытовухи, которые убивают, когда лежит, когда находится рядом человек, а ты с ним уже всё обсудила за эти десять лет, ты знаешь, где он работает, что у него, какие проблемы, ты это всё уже знаешь, ты сидишь дома, у тебя памперсы, дети, супы, то не о чём говорить. Законы сложный пример, но сложный пример я нашла на это в Торе. Когда Мошера Бейну умирает, написано, что тридцать дней оплакивал народ Мошера Бейну, а потом утешился. То есть природа обычная человека, когда тридцать дней траура, как мы будем жить дальше, да что с нами будет, да на кого ты нас покинул. Потом приходит десятое число, с банка снимаются деньги, ты вспоминаешь, что тебе надо платить по счетам, ты вспоминаешь, что есть работа, семья, ремонт, я не знаю, всё что угодно, и ты возвращаешься в свою обыденную жизнь. Когда в главе Хукат написано, что не стало Аарона, не написано ни одного слова про то, что народ когда-то утешился. Отсюда учат, что они плакали, плакали, переживали постоянно и вспоминали его за каждым шабатным столом лыхаем, лыхаем, какой у нас был Аарон за поднятие его души. Почему? И не так важно, многие там приводят пример, что Аарон, он делал мир между людьми, что они переживали, кто же будет их мирить. не это. Приходит Архайм и говорит, Муше Робейну, они знали, что он умрет. За пять недель до его смерти он уже начал готовить. Соберитесь, народ, перед смертью я вам скажу последние заповеди, я с вами повторю Тору, и все эти пять недель они привыкали к этой мысли, что скоро Муше не станет. А когда привыкаешь к мыслях хазовый шалом, даже смерть становится не такой травматичной. Аарон же умер вопрог, для всех это было шоком. И вот это вот ощущение боли, шока, неожиданности, новизны, если можно так сказать, в данном контексте, оно оставалось с людьми постоянно. Первый раз прыгнуть с парашюта это не то же самое, что прыгнуть в сотый раз. Хотя не знаю, я и один не прыгала, но очень хочу. Окей, как заставить себя? Мы с вами уже понимаем, что это очень круто, с каждым днём продвигаться и спрашивать себя, что я сегодня сделал нового, как я сегодня приблизился к своей цели. Но мы с вами понимаем, что у нас нету сил, у нас и так вся жизнь загружена. То, что вы сейчас все сидите напротив экрана, когда у вас куча других дел, это уже много. Один четверг в неделю это очень много. Почему я вам говорю, что он мне стал погладить по головке? Я вам говорю, нет, ходите ещё и на других лекторов, ещё очень много уроков на моей крае есть. Почему только один день в неделю, почему только два, почему только три? Ты пять, сделай шесть. секунду, китайцы, то, с чего мы начали, они ошибаются в своём методе. Невозможно от каждого из нас, от ребёнка, требовать постоянно быть на высоте. От этого устаёшь. Вы знаете, сколько травм у людей, от которых родители требовали максимума, и сейчас они в жизни не делают ничего, потому что их через призму, их воспитание они говорят, если я не могу сделать это по максимуму, я не буду делать вообще. Я изначально знаю, что у меня здесь не получится на все сто процентов, что мне начинать. И я сама по себе это знаю. Вместо того, чтобы сделать со своими талантами что-то, я сижу, а, если не получится, я же не могу сделать плохо. И каждый из вас скажите правду, сталкивается с таким. Каждого из вас останавливает страх, а если не получится по максимуму, а если я не смогу сделать так, как я сейчас планировал. И Леля говорит, ребята, остановитесь, это не наш метод, мы не китайцы. Наш метод идёшь и добавляешь. И не важно, что мы сегодня с вами зажгли, вот у меня здесь не настоящее, но одну свечу, посмотрите, 90% хануки пустая, тёмная, и никакой свет мы с вами не сделали этой ханукиё. Если я зажгу, выключу свет и останется это одна свеча, я даже до кухни не дойду, где-нибудь упаду. Леля говорит, не важно, это одна свеча, это уже больше, чем ты сделал вчера. Надо с чего-то начинать, надо продвигаться, невозможно требовать от себя постоянно максимума. Не бойтесь начинать, с каждым разом понемножечку приближаясь к своей цели. И я вам говорю, если бы Илель жил в наше время, на его коуч-сессии стояли бы мировые очереди, потому что мне кажется, что это самое главное правило, которое так нас буксует. если мы научим ребёнка, не важно, что ты сегодня получил 70, давай мы с тобой немножко поучимся, сядем за стаканом сока в непринуждённой обстановке. Вот мы сейчас, где-то здесь был листик, сыну задали учить большой текст наизусть. Я говорю, Элькана, сколько сегодня мы будем с тобой учить? Он мне показывает там две строчки. Я говорю, о, если ты можешь две, давай мы сегодня с тобой сделаем две и одно слово, а завтра сделаем две и два слова. А, я не смогу, Элькана, ты сможешь, давай попробуем, и в конце, когда после всех я не смогу, он учит, и он понимает, что он смог, у него загораются глаза, потому что когда человек преуспевает, он начинает кайфовать от того, что он делает. Первое правило воспитания, которое мы должны с вами принять для себя и для наших детей, продвигаться медленно и освещать хорошие стороны, если мы с вами будем говорить, и я это говорю себе в первую очередь, потому что уверена, что вы все замечательные родители. Сколько можно, опять плохая оценка, я же с тобой училась, мы закапываем ребенка в яму своими словами, хотим, чтобы он без нашей помощи оттуда выбрался и вдруг удивил нас хорошими оценками. Ханука приходит нам рассказать, мы носим свет на хорошие стороны, ты сегодня добился одну свечу зажег, ты выучил на одно слово больше, ты крутой, ты молодец, у тебя получится, ведь я вижу, что в футболе ты крутой, что в играх своих на телефоне дебильных ты крутой, что то, что тебе нравится, ты в этом добиваешься и поверьте мне, что это природа человека постоянно добивается желать новых телефонов, новых ощущений, новых эмоций и если мы не будем эти эмоции искать в духовности, это достижение приведет нас к, я не знаю, покорению горы Эверест, все достижения, новые компьютеры, новые тренды, новые какие-то вещи, мы пытаемся за ними следовать, потому что нам надо обновлять как-то свою жизнь, но если мы будем обновлять нашу жизнь по учениям себя, вкладыванием себя, в свои знания, в продвижение к своей мечте, в реализации своих возможностей, нам не нужны будут все эти новые телефоны, потому что мы будем реализовать вот это внутреннее природное желание, которое толкает нас двигаться дальше в правильное русло. мы с вами знаем, что между Илели и Шамаем и на прошлом уроке, кому интересно, в прошлом году был очень интересный урок про Хануку, на мой взгляд, мы с вами знаем несколько историй, когда к Шамаю пришел человек, научи меня Тори на одной ноге, Шамай сказал, слышь, мы тут по 50 лет сидим и учимся и не можем выучить все тонкости Тора, ты хочешь на одной ноге, пошел вон отсюда, он пришел к Илелю и сказал, конечно, дорогой, заходи, смотри, первое правило, пока стоишь на одной ноге, не делай другому то, что неприятно тебе, а дальше иди учись. Второе, когда человек не ври, проходил мимо синагоги и услышал, как Шамай разбирает законы одежды Коина, как он должен выглядеть, какие у него были одежды, как это все блестело и переливалось, он пришел и сказал, я тоже в боди понимаю, я хочу трендово одеваться, я хочу одежды Коина, сделай меня Коином, на что Шамай его выгнал, написано такой вот палкой строительной, я даже не могу, не рожденный евреем, такой толмит ха-ха, не могу стать Коином, а ты хочешь? Пошел он к Лелю, Лелю его посадил и сказал, конечно, дорогой, давай сейчас учи законы коинства, он это все начал учить, пока не дошел до срочки и нечестный Коин будет умер убит, и сказал, ой, не, ради красивых шмоток я буду убит, не, не, не хочу я быть Коином, но его это уже настолько затянуло, что он не оставил Тору, а продолжил, и также у нас есть еще с вами много историй, которые мы разбирали на прошлом уроке. Спрашивается один простой вопрос Элель Фраер, Элель не понимает, что происходило, Элель не видит, что перед ним клоуны, которые не хотят учиться, а хотят поиздеваться, почему Шамай воспринял эту ситуацию адекватно и сказал, ты не можешь и выгнал, а Элель начал впаривать то, что в принципе люди не просили. Потому что Элель шел с этим правилом по жизни. Что ты в человека вкладываешь, что ты получаешь взамен. Как только пришел этот человек, униженный уже до этого, а каждый из нас где-то когда-то обижен, и он пришел к Элелю. И Элель его пожалел и сказал, конечно, дорогой, тебя здесь все рады, давай я с тобой поучусь, давай я с тобой посижу, ты сможешь, у тебя получится. Именно Элель вырастил столпы еврейской мудрости, потому что он верил. Неужели мы не можем так же верить в наших детей и верить в себя? Почему мы так часто ругаем себя? Опять не получилось, что я не могла подумать, что сказать, почему я это не сказала, почему я это не сделала? У кого из вас в голове нету постоянно вот этих вот кушающих нас изнутри мыслей? И он говорит, не важно. Я в тебя верю. Каждому ребенку нужен хотя бы один взрослый, который ему поверит. Каждому взрослому тоже нужен такой человек и я вам желаю, чтобы с каждым из вас был рядом такой человек, который сможет вас поддержать, сказать, дорогая, у тебя все получится, не переживай. Секунду. я закончу на... У нас много времени прошло, извините, зажигание свечей, но мы уже подходим к концу. Я закончу одним уроком одной истории, которая, мне кажется, ну вот прям показательная. Молодой учитель пришел к своему еще старому учителю поблагодарить его за то, что он благодаря ему выбрал этот путь. Он зашел к нему в кабинет, здравствуйте, вы меня, наверное, не помните, вот я шмулик из 10-го Б, и я хотел вам сказать, что то, кем я стал, это только благодаря вам. Спасибо большое, очень приятно, но я ничего не сделал такого особенного, он сказал, сделал. Вы помните тот случай, когда в класс пришел мальчик с наручными часами? 40 лет назад, чтобы у мальчика были наручные часы, это было что-то сверхъестественное, это папа принес какой-то командировки, и он принес эти вожделенные всеми часы в класс. И в конце дня он увидел, что эти часы пропали. И он начал кричать, что с ним сделает папа, когда узнает, да как он приведет милицию, чтобы всех обыскали. часы, когда зашли вы в класс, вы поступили очень по-мудрому. Вы сказали, сейчас каждый из вас становится лицом к стене на расстоянии друг у друга, друг от друга. Проходили и смотрели в рюкзаке каждого из детей, пока не нашли эти часы. И вы нашли их у меня. И вы не сказали никому ни слова. Вы посадили всех детей, подняли эти часы и сказали, кто-то, какой-то из учеников сейчас допустил ошибку, какой-то из учеников послушал свои церара. Он не такой, он не знал, что делать со своим дурным началом, он за ним последовал, но я верю, что он победит, что он больше так не будет. И отдали эти часы хозяину. И благодарен вам за то, что вы не унизили меня перед всем классом. Но меня все эти года мучает вопрос, а почему вы потом не пошли к директору? Почему вы не пошли к моим родителям? Вы знаете, что у вас в классе есть вор, и может это повторится? И почему вы это все не вынесли на какое-то обсуждение? Не пославили мне психолога? Не проверили меня на клептобанию. А что этот старый учитель ответил? До сегодняшнего дня я не знал, кто украл эти часы. Потому что когда я проходил от ученика к ученику, проверяя их рюкзаки, я делал это с закрытыми глазами. Надо верить друг в друг. Надо говорить я смогу, я сделаю. Надо говорить ребенку но это ведь не ты, ты мог лучше. Нет ты, лошара, у тебя опять не получилось, сколько можно, опять порвал, опять запачкался. Аль Кануша, ты же можешь лучше. Леталька, ты сегодня заработала 80, замечательно, ну давай еще поучимся. Те же будет приятно получить 85 на следующем уроке. Что для этого надо сделать? Аделька, ты пришла с первого класса, ты выучила Алиф, очень круто, а давай прочитаем с тобой АБА, О, Алиф, новая буква БЭТ, с каждым разом продвигаться и не останавливаться на достигнутом. И я закончу ответом Раби, который он прислал Равину Шемтову в той истории с Джимом Картером. Раби написал «Я ожидал от тебя большего. У тебя были силы. Ты мог отказать, ты мог объяснить, ты мог придумать что-то, чтобы не зажечь всю эту Ханукию, потому что потом вышли целые статьи как-то развороты. Вот, Хаббат похож на реформистов, они в четвертый день зажгли все восемь свечей, это кинуло очень плохую тень на Хаббат. И Раби, вместо того, чтобы сказать, кого я назначил, доволен, что ты сделал, как, я ожидала тебя большего. Ты мог, тебе есть этот потенциал. В следующий раз, когда Шемтоп столкнется с такой проблемой, он не упадет, он поверит в себя, он скажет, Раби в меня верил, и я в себя верю, и больше не упадет. То же самое мы и наши дети. Желаю вам, каждому из вас, воспитать таких детей, которые, придя во взрослую жизнь, не будут бояться сложностей, не будут убегать от проблем. Ведь каждый раз, сколько разводов сейчас, не дай Бог, в мире. Почему? Потому что с детства нас не научили добиваться, прощать, верить, поддерживать. Сколько в мире одноразовой посуды. Кто из вас последний раз, что полноски, чинил поломанную игрушку. В нашем мире все очень легко. Все выбрасывается, все выкидывается, мы не тратим лишнюю энергию. Мы уже дважды подумаем, я не знаю, нажать два раза на газовую плиту, или лучше купить ту, в которой один раз нажимают. Мы с вами не умеем принимать трудности, к сожалению. Я вижу это по всему. Дай Бог, чтобы мы удостоились воспитать такое поколение детей, которые не только будут сталкиваться с трудностями их не бояться, но и достойно продвигать их и верить также в своих детей, как верили вы. То, что вы делаете сейчас, это вклад в ваших внуков и праздников. Желаю вам счастливой Хануки. У нас тут вот Хануки я уже догораю. счастливой Хануки не как это сказать пончиков не калорийных и хорошего настроения. времени. Продолжение следует... Продолжение следует...